Вот новая камера. Как вы думаете, что общего между новой камерой серии AXIS Q61 и собакой? Я смотрю, кто-то уже видел этот новый продукт. Очень интересный продукт технологический. Давайте посмотрим видео. Продукт уникальный на самом деле. Почише сделаю. Продукт уникальный. Здесь именно дизайн продукта уникальный. В чем уникальность? В том, что поворачивается обычно что в поворотной камере? Внутренняя часть. Здесь поворачивается целиком влево-право стекло. Вот так их называют, кукол. А вверх-вниз поворачивается внутренняя часть. За счет этого камера обладает уникальным функционалом. Ну, во-первых, форма позволяет ей видеть на 20 градусов выше горизонта. Если на здании установлена камера, рядом есть более высокие объекты, можно это заметить. Какие-то нарушители или объекты, интересующие нас. И второе, внимание, что общего между камерой AXIS Q61 и собакой? Она умеет отряхиваться от воды. По запросу оператора. Очень интересная функция. Вы можете ее помыть керкером или в условиях дождя. Камера, опять же, минус 50, плюс 50. Тридцатикратное увеличение. И впервые у камер AXIS Q60, вообще поворотная камера AXIS, у нее есть технологии Lightfinder и VDR. То есть, какая проблема у куполов? Они хорошо видят днем, плохо видят ночью, да? У этой камеры повышенная сочувствительность в условиях плохой освещенности и в условиях встречной засветки. Вот. Все знают камеры Q60. Это очень интересная новая камера. AXIS Q61 и даже более доступная по цене. На 30% она легче, меньше по размерам. И еще у нее есть одна очень отличительно важная черта. Я перейду к фотографии, я думаю, вы все поняли из видеоролика. Проблема раньше была. Это горизонта, да? Вот эта полоса, которая мешает на горизонте. Здесь такой проблемы нет. За счет дизайна и исполнения купола, абсолютно ровная и качественная картинка. Без искажений. Это при приближении 20 крат. 20 градусов над горизонтом, мы все видим прекрасно, нет никаких трудностей. Вот функция SpeedDry. Просто кнопку программы настраивайте в обеспечении или веб-аттерфейс. Нажали, короткая вибрация и у вас чистое изображение. Без искажений. Аналитики на это нету? Датчик, подожди, аналитики. Это автоматически встретилось. По запросу оператора. Потому что вы теряете изображение, это делается именно по запросу оператора. Еще один интересный новый продукт. Это, опять же, камера для профессионального онлайн-вещания. То есть это не охранное видеонаблюдение, а видеонаблюдение за какими-то выступлениями в университетах, театрах, конференциях, селекторных совещаниях. Очень интересный продукт. Новый. Такого раньше не было. 30-кратное приближение. И очень высококачественная передача звука. Покажу просто, какие есть порты на борту. Разъемное питание. Для подключения микрофонов. Высококачественная передача звука. HDMI. То есть здесь есть все, что необходимо для организации видеоконференций, селекторных совещаний. И интеграция ее в комплексные решения. Ну, все привыкли, как мы говорили вначале, что такое Аксес. Это камеры. Мы немножко уже отходим от этого. Вы заметили, что у нас есть уже готовое решение для небольших объектов. Компания Аксес запускает в этом году готовые видеосервера. С уже установленным программным обеспечением. Есть три варианта. На борту уже все идет. Жесткий диск, софт, Windows. И наш там все готовое. То есть доставили из коробки, все работает. Протестировано со всеми камерами. То есть это интересное, готовое коробочное решение. Не только камеры. Гарантия три года. Ну, в общем, хорошее решение уже интересное. Контроль доступа. Вот контроль доступа, контроллер для управления двумя дверями. Тоже интересное очень решение. Интеграция его с камерами очень хорошо проходит. Например, кто-то подошел к 2D, нажал неправильный код, камера выводится на главный экран оператора. Это все делается уже между оборудованием на аппаратном уровне. Что позволяет снизить нагрузку на сервер и ускорить взаимодействие. Он так выглядит внутри. Есть считыватели. Аксис. Да, то есть они совместимы со всеми карточками. Вот минус 25. Тоже можно делать комплексные решения. Сейчас уже в России, пока не могу рассказать где, но проходит уже внедрение этих контроль доступа Аксис. Вместе с камерами Аксис. То есть, ну, довольно просто все. Одна дверь, один контроллер. Основное отличие не требуется сервера. Контроллер является независимым устройством. И до 40 контроллеров они прекрасно без сервера работают. Вызывная панель. Сетевой видеодомофон. Интегрируется по IP. В СИП может звонок приходить, например, на IP-телефон, где есть видеоэкранчик. Цветной, черно-белый. Пожалуйста. Это, видите, только кнопка вызова есть и все. То есть, это не вызовная панель на 40 квартир. Это домофон для каких-то офисов, крупных бизнес-центров. Хорошее качество изображения, картинка высококачественная. То есть, это профессиональный продукт. Есть функция ВДР, то есть, если будет встречная засветка, он хорошо ее работает без искажений. Нет, такая подсветка нет. Подсвечивается кнопка, которая создает достаточное освещение для того, чтобы камера увидела человека, который стоит перед ней. А писать ее можно? А? Писать можно? В ней SD-карты нет. Нет, на СОП забирается. Да, конечно, это видеопоток выдается. Еще одно интересное решение. Сетевой громкоговоритель. То есть, это IP-продукт, который запитывается по полю, так же, как и камеры. Подключается в сеть. И камера, например, если появляется кто-то, вторгается на охраняемую территорию, пересечение линии срабатывает, камера может с SD-карты или по-другому как-то проиграть сообщение на громкоговоритель напрямую. То есть, это может быть комплекс громкоговоритель и камера. Вот он уличный, довольно громкий. И комплекс такой камеры и громкоговоритель может быть на каких-то территориях заводов восстанавливаться без каких-либо дополнительных лицензий пожарных. В данном случае они не нужны. Поиск лич, да? Голос можно через SIP протокол передать или камера может сама на него передать. У него встроенный усилитель есть, ему не требуется никакое предусиление. То есть, это готовый продукт. Сколько ватт? 100 ватт. Он же такой, громкий. По кое нужно, собственно, в МИДСПА. Либо коммутатор, либо Аксис, МИДСПА. Либо есть решение. Если 100 ватт, то коммутатор будет? Обычно поя у него, без каких-либо, даже не хайпоя. Субтитры подогнал «Симон»? Субтитры подогнал «Симон»? Субтитры подогнал «Симон»? Продолжение следует...